Давно Samsung не снимал Сейчас у нас Samsung J120F Он у нас на Exynos Прошу обратить внимание Если что-то у вас какие-то там отличия Аж еще что-то такой способ Могут не работать Здесь по всей видимости стоит один из последних патчей Если не последний патч безопасности Таким образом все обычные стандартные способы Которые при разблокировке использую Они не подходят Ни RealTerm его не видит, ни TalkBack Ничего сделать нет возможности Ни с симкой, ни без симки Ни с пин-кодом, ни без пин-кода Помним, что все действия с краденными Найденными ворованными устройствами Это уголовно наказуемое деяние Связываться с этим нельзя Я сейчас вам важный момент скажу Если вы собираетесь делать это за деньги Для вас эта работа Вам необходимо брать из человека документы Подтверждающие факт покупки Чек о покупке гарантии на талон Еще какие-то моменты Без чеков, без всего Без документов, подтверждающих факт покупки Это уголовно наказуемое деяние Связываться с этим нельзя Значит, Hard Reset напомню Прям быстренько Плюс дома питание Выключено в состоянии Это если сначала нужно ключ убить Экран загорелся, питание бросили Плюс и дом продолжаем держать Ждем пока включить саму рукавию У меня есть Octopus программатор В полюсе программатора я его показывал Можно им снять Он подгружает какие-то необходимые файлы И из Download Mode Минус дома питания Он вам его разблокирует Но нам интереснее снять руками Грубо говоря Попробуем сделать это через Один Я еще на нем не пробовал Конкретно на этом аппарате Но мне самому интересно Значит, вы должны Выбрать строчку Вайп Дата Факторе Резет Нажимаете питание Выбираете строчку Езды для этого юзердата Нажимаете питание Он начнет делать сброс После этого Ребут системнал Чтобы перезагрузить Либо повер Даун Чтобы выключить Я чуть не выронил Все, выключается Мы его сейчас переведем Сразу в режим прошивки Вы сделаете то же самое И потом пойдем на компьютер На компьютере я вам покажу Ряд операций Которые необходимо сделать Для разблокировки Помним, что все данные удалятся И что аппарат должен быть заряжен Минус дом и питание Держим три клавиши Экран загорится Нажимаем вверх И он у нас попадает В режим прошивки Вот здесь написано FRP LOG ON Таким образом Мы точно знаем Что он у нас заблокированный Мы оставляем его В таком виде на столе Больше к нему возвращаться не будем Сейчас мы через Один Прошьем кусочек памяти Файл юзердат.мг Идем на компьютер Первое, что мы сделаем Мы посмотрим тему Нашего аппарата на 4PDA Либо Мы воспользуемся таким способом Есть на 4PDA тема Способы обхода аккаунта Google Fair Я, к сожалению Ссылку оставить не могу На эту тему Потому что YouTube начал активно иметь Засылки в описании Поэтому Либо переписывайте Из этой строки Тут не сложно Тут в принципе 5 цифр 6 Либо просто В поиске ее забивайте По тому названию Которым я сказал Либо тему аппарата На этом же 4PDA открываете Там же точно будет ссылка На эту тему У нас раздел Список для конкретных моделей Способ для конкретных моделей Дальше мы смотрим Наш Samsung Samsung J120F Я сейчас, конечно же Уже не вспомню Какой я смотрел Нет, нет Этот не работает Его я попробовал первым Тут, кстати Масса способов Которые могут Вам, скорее всего Помочь Так, интересно А какой я открывал Ну-ка, по-моему Этот патч безопасности 1 января 2018 года По-моему Открываем И качаем Вот такой файл Так, что это у нас Проверено на 10 моделях Нашелся быстрый способ Нет, ребята Я пробовал не на нем Я пробовал на каком-то другом Вот этот Давайте попробуем Если не получится Тогда мы пойдем К следующему способу Ну, по-моему Я на нем пробовал Скачиваем этот файл Он у нас Так, это он Мастером, по-моему По-моему Я его скачивал, да Скачиваем этот файл Естественно Чтобы что-то скачать На 4pda Вы должны знать Что здесь необходимо Зарегистрироваться Без регистрации Он будет говорить Что файл отсутствует Там ссылка битая И все прочее И мы пока идем В тему нашего аппарата На 4pda Здесь же Где мы и находимся J120F 4pda Зачем мы это делаем? Потому что вам понадобятся Драйвера И вам понадобится Один Так, заменить Значит, прошивка Для верхних файлов Тут же можете посмотреть Все способы Они здесь есть В полезных ссылках Или в разном Драйвера и утилиты Качаете Один Обязательно И драйвера Но драйвера вы можете Скачать отсюда Вот они Есть Но лучше всего Поставить программу Samsung Smart Switch Она есть На официальном сайте Samsung.com И она же сама При установке Поставит вам Драйвера Без нее Будет достаточно Проблематично Потому что То драйвер не подойдет То еще какая-нибудь Дичь возникнет Smart Switch поставили И все Она же позволяет В некоторых моментах Прошивки скачать Обновить телефон Вот Через компьютер Какие-то бэкапы снять Перенести С телефона Со старого На новый И так далее Smart Switch полезен И еще Он ставит Драйвера Я естественно Samsung Smart Switch Поставил У меня более того У меня еще стоит Samsung Keys Со времен Каких-то Так сюда Куда-нибудь ее кабель Извлекаем Но Я рекомендую По правильному Делать так В корне диска C Создайте папку Без русских букв И без пробелов Пускай это будет Папка 3 Сюда я кладу Свой Один Сюда я кладу Файл Который я скачал Так Куда я его делал Так Вот этот файл Я его на рабочий стол Закинул Вот у нас архив Я его прям Целиком кидаю И пусть он у меня Здесь лежит Драйвер Напомню Я поставил Поставив программу Samsung Smart Switch Ну либо кейс Открываем наш Один Никакие файлы Не заполняем Сюда не лезем Выбираем АП И в АП Мы добавляем Наш файл Samsung FRP Pack Exynos Не забываем Поставить плюс Тому человеку В карму Там на 4пда У которого Вы скачали этот файл Что он не зря Старался Не зря Для вас это делал Телефон у меня Я напомню В режиме прошивки Я показывать Повторно не буду Я его перевел Я его подключаю К компьютеру Так как я поставил Smart Switch ранее Он у меня сразу Здесь увиделся Вы пока драйвер не поставите Он здесь не увидится Если вдруг Проблема с драйверами И драйвер у вас не ставится По ссылке в описании Есть мое видео Как отключить проверку Цифровой подписи драйверов Отключаете Заново ставите И драйвер должен поставиться Все Увиделся наш телефон Нажимаем старт Сейчас вместе с вами Будем экспериментировать Я к сожалению не знаю Все он пошел перезагружаться Мы сейчас пойдем на камеру Здесь короче Закрываем И пусть он у нас включается Сейчас мы с вами будем Экспериментировать Так он у нас начал Включаться Он у нас брошенный Писал он нам Что на устройстве Восстановлено Ой-ой-ой Все порушил На устройство Восстановлено настройки По умолчанию И сейчас соответственно Мы тоже это окно Должны увидеть Я извиняюсь за шум Ноута Потому что он там Склеивает ролик Который я секунду назад Поставил Писаться Для вас Экранка Вот Поэтому к сожалению Шум ничего не сделал Пока не закончит Склеивать Ничего не пройдет Я конечно рассчитывал На более долгий срок Но он Какие-то приложения Там два или три Поставил И включился На рабочем столе Фантастика Идем в настройки Я не знаю как правильно Я буду делать так Как я привык В информации об устройстве В сведениях ОПО Я нажму на номере сборки 7 раз Кстати патч безопасности 1 мая 2017 года Все должно было Сняться гораздо проще Ё-моё Очень странно Но ничего страшного Новый способ на канале На номере сборки Нажимаем 7 раз Выстали разработчиком Назад выходим Еще на шаг назад Параметры разработчика Включаем разблокировку Предусмотренную производителем Включаем Назад выходим Архивация и сброс Сброс данных Сброс устройства Удалить все Пусть перезагружается Я еще от себя Рекомендую прошить его Сам ферма Вам скачает прошивку Есть в полисте Самсунг Видео В полисте Полезный Есть ролик Как прошить сервисную Прошивку для Самсунга И отдать уже человеку Прошитый Чистый Полностью обновленный Телефон Из ремонта Таким образом Вы Все косяки Уберете у телефона И будет все работать Как часы По гарантии Он вам ходить не будет Естественно Но дождемся окончания Пусть он все-таки промотает Я вам еще покажу Что он включит Но это конечно фантастика Я просто этот способ Не пробовал Поэтому он вызвал У меня удивление Я привык Либо к программаторам Либо классическим способом Толкбэк И так далее Но в этот раз Фокус такой не удался Поэтому Поэтому мы что-то новое Изведали на канале Будет новый ролик И судя по Тому что я прочитал На 4pda Там где я брал этот файл Там пишут Что он для десятков моделей Этот файл Подходит Но я конечно проверять Проверять это не буду Чтобы не угробить аппарат На этот случай у меня есть Программатор И какие-то базовые знания Вы если знаете Для каких аппаратов Этот способ подходит Вы в комментариях Внизу напишите Людям которые придут По поиску Через ютуб Этот способ Убыстрит Так сказать Процесс поиска самого Актопус Кстати Когда Разблокировал Разблокировка Он же 3 способа На G120F предлагает Один через download mode Один EMMC напрямую И один через ADB Он сам Актопус Говорит Что допустим У вас на компьютере Нет определенного Нужного файла И скачет его Это либо комбинационный файл Если речь О каких-то более новых моделях Чтобы включить режим ADB Либо вот Как на примере G120F Он качает 18 мегабайтный Какой-то файл И вот я сейчас Ради интереса Посмотрю на компьютере Сколько вообще Этот файл Он весит 17996 То есть он как раз 18 метров весит Скорее всего Один Делает все то же самое Он просто прошьет Вам этот файл Прошивает Просто естественно За более сумасшедшие деньги Потому что Актопус Стоит уже Прилично Уже больше 10 тысяч рублей Он стоит гораздо больше Со всеми активациями Если Samsung LG Про программаторы Не знаю Уже вышел ролик или нет Но часовой ролик вышел Должен был выйти По крайней мере В полисти Полезный В полисти Программатор Он будет В котором я рассказал О тех программаторах Которым пользуюсь сам Что они вообще Из себя представляют Какие-то базовые знания Об активациях Отличие Программатор от Донго И так далее Рекомендую к просмотру Он у нас включился Но если у нас горит Спецвозможность Значит он уже дает Пропустить Все Wi-Fi И все дела Но я напоминаю Что я все равно Его прошью И первым Кстати действием Которое я совершу До того как Лезть в сам ферн Я зайду В Samsung Smart Switch И во включенном состоянии И он должен будет Мне предложить Обновиться Вот такой интересный момент Если разблокировка Предусмотрена производителем ОЕМ Вдруг внезапно После перезагрузки После всех этих операций Осталась Включенная То я ее выключаю Потому что Вдруг на случай кражи Если телефон пропадет Чтобы человек Мог заново Чтобы злоумышленники Не человек заново Чтобы злоумышленники Не могли Завладеть легко Телефоном Опять на номере сборки Семь раз Назад В параметры разработчика Разблокировка Предусмотрен По производителям Я вырубаю Затем Чтобы убрать Этот пункт Из меню Я иду в приложение Я тоже Это в полисте полезное Уже показывал Кто давно на канале Те знают Что в полисте полезное Собирается Все самое нужное Так все Нам нужен пункт Не пункт А приложение настройки В приложении настройки Мы должны бахнуть данные Таким образом Он у нас очистит Этот пункт И у нас не будет Параметров разработчик Это все в полисте полезное Все самое интересное Важное Полезное В полисте полезное Попасть может В главную страницу канала Либо по ссылке В описании под видео Вы вступайте В нашу группу Вконтакте Ставьте лайк Под видео И подписывайтесь На канал